Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН, и как обещал в предыдущем видео по Шкоде НТ-56, которую мы уже выкатывали из ангара, потому что она появилась на продаже вместе с АМХ-ом. 31 прототип, я пообещал, что выкачу и АМХ-а, и соответственно сейчас мы это с вами сделаем. Что касается набора, свое мнение я уже высказал, но повторюсь, набор из тех, где есть над чем подумать перед тем, как его приобретать. В целом неплохо за 15 тысяч две премиумных тачки, но помните, ребят, что АМХ-а в ближайшее время, в следующем обновлении, скорее всего, переведут из статуса премиумных машин в статус коллекционных, и вы сможете данную коллекционку продать. Продать вы сможете ее, скорее всего, за 5 тысяч голды, ну и покупать ее за 10 тысяч золота в голом состоянии, мне кажется, не имеет абсолютно никакого смысла, даже несмотря на то, что здесь есть открытое все оборудование, которое позволит сэкономить в районе 2,5 миллионов серебра. Дело в том, что машина очень специфическая, да, она прикольная, она интересная, но зайдет далеко не всем, и далеко не все эстыводы даже будут ей рады. Что касается ТТХ по орудию, а именно это я всегда зацениваю в первую очередь, то здесь, ребят, 3,3 время сведения, что очень даже комфортно, разброс приятный в 0,330, приятный ДПМ в 2760, благодаря тому, что перезаряжаетесь чуть менее 7 секунд, а накидываете по 310 единиц урона. Также стоит поставить огромную пятерочку и золотую медаль на шею АМХ-у за минус 10 угол склонения орудия вниз. Ну, просто архиприятное орудие в отношении отыгрывания на неровностях. Я думаю, что все, что можно было бегло обсудить по данной машине, стоя в ангаре, уже обсудили, дополнительные ссылочки на АМХ и на Шкоду Т56, а также на видео в отношении зацена Шкоды, которое я сделал буквально 15-20 минут назад, вы сможете найти по ссылочкам в описании, там же и мнение про набор. А теперь берем АМХ и поехали покатаемся. Ну что, ребят, поехали, попытаемся АМХ заценить и давайте сразу о позитивах и негативах. Машина далеко не самого лучшего бронирования, но это средние танки, поэтому ей это абсолютно полностью простительно. Просто шикарная подвижность, передвигается машина великолепно, как вы видели, я абсолютно спокойно и довольно-таки бодро набрал свою максимальную скорость в 56 километров. Может быть, можно было бы выдавить и немножко больше, но негде было уже разгоняться. Что касается манеры игры на АМХ, не стоит торопиться, не стоит лететь первым на передовую вам, подождите, пока туда подъедут ваши союзники, ну а потом уже и вы туда подтягивайтесь и давайте им... Давайте им свою помощь в виде настрела по соперникам. Что касается игры на неровностях, классное, классное орудие, действительно, вы можете из-за каких-то неровностей выглядывать, накидывать, прятаться, ну и, соответственно, быстро перезаряжаться. По точности, орудие классное, орудие приятное, по точности вопросов тоже абсолютно никаких нет. А в отношении живучести, ребят, вопросы есть и очень большие. Машина не относится к тем тачкам, которые позволяют играть с ошибками, которые позволяют размениваться, ну и, скажем так, дают возможность почаще выживать. Здесь необходима сноровка, здесь необходима привычка и привычка непосредственно к самому АМХ. Так, сейчас попытаемся. Да, успел добрать. Здесь у нас еще двое соперников, а в корме у нас еще один. Так, поехали к нему чуть поближе подъедем, попытаемся сейчас помочь. Те двое там пока постоят, я думаю, никуда они не денутся, особенно АТшник. Ну и что еще классно на данной машине, так это закручивать. Закручивать ПТхи, закручивать тяжи, это действительно, я бы сказал, в кавычках говорят, судьба данной машины. Она прям как создана для этого. Классная, верткая, веселая, поворотливая. Что касается ценника, 10 тысяч, безусловно, не самый лучший ценник на машину, но с другой стороны, это девятка. И говорить о том, что она прям совсем ничего не стоит, понятное дело, не получится, но десятку отдавать не хотелось бы. Я бы хотел, чтобы машина стоила 10 тысяч в легендарном внешнем виде. Хотя он мне не сильно нравится, справедливости ради. Ну и, соответственно, блин, загуслил меня Defender. Так, сваливаем. У товарища перезарядка довольно-таки долгая, я думаю, что мы можем немножко поиграться. В общем, отдавать за него десятку или нет, безусловно, решать вам. И все зависит от того, насколько вам нравится такой геймплей. В целом, я думаю, что те, кто умеют справляться с не очень живучими машинами, АМХу будут рады. Особенно те ребята, которые любят активный геймплей, которые любят быстро передвигаться по карте, которые любят вот такой вот, знаете, азартный и веселый движ в бою. Сделали фраг, не так уж и много урона накосили. Стоит также отметить, что АМХ довольно-таки сложно пользоваться, если вы играете с сенсорного устройства. Это факт. На компьютере реализовать возможности машины получается гораздо проще. Но я думаю, что так можно сказать о преобладающем большинстве танков в нашей игре. 2200 единиц урона далеко не максималка того, на что способен АМХ. На нем можно вполне спокойно за бой вывозить по 2800, по 3000 урона без печали. Главное, чтобы бой правильно для вас сложился. Что касается того, чтобы фармить на данной машине. Но я не могу сказать, что это фармер однозначный. И он фармит, как вы видите, приблизительно так же, как фармят восьмерки. Допустим, на Шкоде за неполные там 2000 урона, где-то в районе 1600 или 1800 я нанес, когда тестили машину буквально там минут 15-20 назад, я получил те же самые цифры. 51, в данном случае практически 52 тысячи с прем-аккаунтом и 32 тысячи без према. Покупать данную машину чисто для того, чтобы фармить серебро на ней, ну, нет смысла абсолютно никакого. Все-таки танки 9 и 10 уровня, ну, они покупаются для того, чтобы на них фаниться в первую очередь. Что касается моей результативности по команде, то, как видите, по настрелу я нахожусь на втором месте. Но, справедливости ради, стоит отметить, что довольно часто на данной машине я играю, когда мне необходимо занять лидирующие места в своей команде по количеству нанесенного урона для выполнения каких-то боевых задач, играя именно на французской технике. И на АМХ это действительно получается сделать. Вот такой вот он АМХ, покупать его отдельно или покупать его в составе набора, как обычно, решать, ребят, исключительно вам. Мое же дело, опять-таки, как обычно, показать вам танки такими, какие они есть на самом деле. И если вы за честность автора на его канале, если вы за то, чтобы вам никогда не посоветовали того, что потенциально может вас расстроить, подписывайтесь на канал, ребят, прямо сейчас. Мне очень нужны ваши подписки, лайки и комментарии для продвижения контента и дальнейшего роста канала. Спасибо вам большое за то, что поддерживаете меня. Огромное спасибо за то, что смотрите мои видео. Я стараюсь специально для вас. Мира вам, друзья мои. И обязательно спокойствия. Пока-пока.